Жух! Привет, друзья, подписчики мои! Сегодня у нас в гостях Гвест Фафнир Эйп Абсёрб! А перед началом видосика, мне необходимо подписаться и влепить лайкос, потому что вы самые клёвые! Привет, друзья, подписчики мои! И сегодня у нас действительно необычное видео! И для начала хочу сказать моим подписчику Тимуру! Спасибо, Тимур, за предоставленный Бэйблэйд на обзор! Тимур, ты крутой! Но это ещё не все сюрпризы, друзья! Посмотрите ролик до конца, потому что в конце вас ждёт маленький конкурс! Да-да, друзья, я этого знаю, что вы любите конкурсы! И так далее идём! Не все сюрпризы ещё! Ещё я зашифровал в ролике три подсказки, которые будут появляться где-то, ну, вокруг студии будут появляться подсказки! А кто первым узнает эти подсказки и напишет в комментариях, что это было и кто это был, получит у меня оценочку канала и пиар на стримчике! Да, но прежде, друзья, чем я, конечно, расскажу про все его особенности, расскажу, какой он классный! Устроим битву! Не будем тянуть! Очень уж хочется посражаться! А сразятся у нас Гвест Фафнир против императрического Форнеуса! Итак, друзья, это будет что-то нереальное сейчас! Проведём один бой, а затем я пойду рассказывать про Бэйблэйд! Итак, поехали! Вау! Вау! Как он здорово летает! Смотрите, насколько больше новый Гвест Фафнир! Ну, по сравнению с прошлым, понятный, по сравнению даже с императром Форнеусом! И посмотрите, насколько это действительно классный и огромный Бэйблэйд! Ну, это просто нечто, друзья! У меня столько эмоций! Действительно, очень крутой Бэйблэйд! Это просто что-то нереальное! И, конечно, конечно... Ага, у нас ничья, друзья, в этом бою! Но ничего, узнаем, кто победит в конце выпуска! Ну и что, друзья, давайте начну рассказывать вам про Гвест Фафнера! Эйп Абсёрб! Или Всепоглощающий Дух Фафнера! Ну, или Фафнер F4! И, конечно же, это реинкарнация старого Дрейна Фафнера! А его владельцем по-прежнему является самый лучший Блейдер! Фри-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- Самый-самый такой простенький лаунчер. Этот Bay Blade является Бэем Super Z Liar System, а его номер B122. И этот парень очень выносливый, я бы даже сказал, он самый выносливый из всех. Ну что ж, давайте разберем его на детальки. И начнем мы, конечно, с драйвера. С его самого хайпового и классного драйвера, который по сравнению с прошлым Фафнером стал более устойчивый. Но он похож на Фафнер на бесконечный драйвер Арчера Геркулеса. Вы представляете? Он сам драйвер, мало того, что он пружинит, так еще имеет крутящуюся пластину, которая позволяет Бэю восстанавливаться после ударов. И мало того, когда она сжимается, прижимая зубцы вот сюда, Бэй становится совершенно бешеным и начинает резко атаковать всех своих соперников. Ну а цвет приятный такой, знаете, оранжевый, прозрачный. Это действительно уникальная штука. Вот, естественно, все логотипы. Такара Томми. Естественно, пружинка. Все в лучших традициях. Я думаю, там даже, смотрите, на драйвер отдельная пружина, вот на пластину идет отдельная пружина, а вот на закрепляшку идет совершенно другая пружина. И это очень здорово. Две пружины в одном драйвере. Ну драйвер, ну просто отличный. Зацените, ребята, это крутейший драйвер. Плюс две заклепки на драйвере. Что ж, давайте перейдем к металлическому или силовому диску. Он стал в размере больше, немножко поменял свою форму. Он стал более крутым, чем прошлый силовой диск Дрейна Фафнера. Вот. И он, вне зависимости от своего размера, что он стал, ну, в форме чуть больше, чуть длиннее, такой, знаете, эллиптичнее, скажем так. Он сохраняет свой вес прежнего драйвера. И с этим драйвером, ой, этим диском силовым они одинаковые. Подсказка. Дальше идем. Так, ну и, конечно же, стоит обратить большое внимание на энергетический слой Гвест Фафнера. Он, ну, ребят, у меня просто нету слов, и как описать этот энергетический диск, потому что это действительно произведение искусства. В Такари Томи ребята знают все свои, ну, все свое дело и знают, за что требует такое бешеное бабло. Потому что этот энергетический диск, ну, просто потрясающий, ребята. Я вам расскажу про него немножко. Он имеет трех пружинных драконов, у которых сжимается пасть. Вы представляете? Вот эти синенькие части, это прорезиненный пластик. Это действительно потрясающе. Здесь малые крылья, они сделаны из металла, и для них отдельные по две заклепки на каждое малое крыло. Это просто бомбезно. Когти дракона в центре, это не, ну, не металл, это просто покрашенный пластик. Но подкрашен он потрясающе. Зеленая штучка в центре, она просто сказочная. Естественно, его энергетический диск имеет выделение для левел чипа. Когда, ну, при раскрутке, да, когда Фафнир набирает мощь, все головы дракона сжимаются, и это дает бою более классный и устойчивый баланс. А бой соперника просто при ударе отпружинивает от него, тем самым раскручивая сильнее Гуэст Фафнера. И, ну, естественно, проигрывая, но и Фафнер становится более выносливым, более защитным, более мощным, более крутым. И, естественно, он раскручивается. Это просто... Я могу на этот диск смотреть просто часами. Просто часами со всех сторон могу рассматривать, потому что он замечательный. Ну что ж, друзья, давайте соберем нашего Гуэст Фафнера. Давайте соберем Гуэст Фафнера. Вот он. Вот он, красавчик. Ну, конечно, еще отдельно можно купить для него набор с пускачкой и рамой, и тогда он вообще станет неудержимым, неугомонным. Потрясающий бейблейд. Ну и что же, друзья, давайте, конечно же, устроим битву. Устроим битву и узнаем, кто будет круче. Императрический Фарнеус. Или Гуэст Фафнер. Ну что ж, давайте сразимся. Подскалка! Так, запустили. Что ж, поехали. Подождите, ребят, немножко сейчас тест. Просто посмотрите, как он летает по рингу. Какой же он здоровский. Он просто занял центр. И его, мне кажется, ничто не остановит, потому что он мега-мега-мега-мега крутой. Это что-то с чем-то, друзья. Это, ладно, давайте тормознем его немножко. И все-таки проверим в битве. Итак, поехали. Посмотрите, он просто Фарнеус бьет, а Гуэст Фафнер просто отпружинивает и делает свои дела, при этом не теряя оборотов. Это просто замечательный бейблейд. Он реально уникальный. Но это произведение искусства. Это просто колоссальная игрушка. Так, у нас что, опять ничья? Давайте еще раз будем сражать Гуэст Фафнера против императрического Фарнеуса. Хотя, когда сражаются два таких Титана, то исход боя, наверное, даже не особо важен. Потому что бейблейды, эти два бейблейда действительно очень крутые и потрясающие, друзья. Это с ума просто можно сойти. Подсказка. Итак, итак, мега-бои, мега-битвы, мега-бейблейд. Он действительно... Да, конечно, и подделки, и Хазбро, все бейблейды хороши. Но Гуэст Фафнера Айп Апсерп должен иметь в коллекции любой уважающий себя блейдер. Он просто потрясающий. И я даже, наверное, да, я себе его закажу. Закажу от компании Такара Томи. Вот, а сейчас императр форнеус победил. Давайте еще разочек запустим этих двух бейблейдов. Ну, это просто, просто уникальный, уникальнейшее что-то. Поехали. Даже, знаете, неважно, кто побеждает, кто проигрывает. Ничья, не ничья. Это бейблейд, но он, 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 он ultimate клевый. У меня просто нету слов, чтобы еще больше как-то его описать. Потому что он мега. Это мега просто. Вот так закончился данный бой. Ну что ж, друзья, спасибо участникам сегодняшнего боя. Оставлю я его пока здесь. Ну и конкурс, друзья. Вы думаете, что это здесь такое стоит? Это стоит Арчер Геркулес от компании СБ. Обзор на этого парня вы увидите уже в ноябре, уже совсем скоро. Откроем, поиграем, потестируем. А этот, у меня их два, не переживайте. Этого парня я разыграю прямо сейчас. Прямо сейчас я его разыграю. Все, что вам нужно сделать, подписаться на мой канал, поставить лайкосик этому видосику и написать в комментариях, в комментариях, насколько сильно вы любите Бэйблэйд, да вообще, как познакомились. Ну, напишите что-нибудь интересное, крутое. И тогда мы его разыграем 1 ноября. 1 ноября мы разыграем этот замечательный Бэйблэйд Арчер Геркулеса от компании СБ. Спасибо большое еще раз Тимуру за предоставленный Бэйблэйд на обзор. И всем вам, друзья, спасибо, что смотрели данный ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. С вами был Негамон и Блейдер. Пока-пока.